Камня Камня Ну вот ансамбль. Собрались на праздник пенсионеров и сидели за столом, попели песни и все решили, что директор Дома культуры нам говорит, вот будет праздник, может быть вы выступите. Хорошо, давайте девочки создадим ансамбль. И создали ансамбль, и так все мы, все время все вместе. Часто на репетиции собираемся, вместе в дни рождения справляют, о своих бедах и радостях рассказывают, и всем очень нравится. В низенькой светелке огонек горит молодая прядка у окна сидит. 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 Ну я хочу сказать пару слов просто о том, как я попала в этот ансамбль. Встретила я Катерину Михеевну. Ну вот, и она мне пожаловалась один раз, что вот собирает коллектив песни петь и не может собрать. Ну вот мы так поговорили, а потом я ей сказала. Я говорю, Катерина, если ты никого не найдешь больше, позвони мне. Вот, если я пригожусь, я буду входить. Вот так мы, я так очутилась в этом ансамбле «Сударушка». Я однажды узнала, что здесь собираются пенсионеры. И моя соседка, латышка, подошла ко мне и говорит, Катя, пойдем, у нас так весело. И я первый раз сюда пришла, и меня попросили, я тут и пела первый раз. А потом я узнала, что Майя Георгиевна является надпенсионером в нашем городе начальник. Я ее встретила и стала говорить, давайте заберем. Стала звонить Марии, Тони, Вале. В общем, всех, кого я знала, женщин, я собирала. И потом мы узнали, что Майя Георгиевна у нас будет начальник над нами. И вот таким собрался наша песня. Мы стали, кто какие знает, собирать. И так и создался на санксорбуток. Ты казалась, что в середу, пидем разом почереду. Я пришел, ты венима, пидманула, пидвела. Ты козол, что в субботу пидем разом ч Town с работой. И я пришел на тебя, иソму вы outletа. Из меня битманула, из меня битмила, из меня молодого сумма разума свела. Из меня битманула, из меня подмила, из меня молодого сумма разума свела. У меня все сестры пели. Вообще на Украине народ певучий. У нас так принято. У нас горе, не горе, но песню всегда будет. А я как попала? Я замуж сюда вышла. И поэтому они меня и знают. Муж латыш, а я украинка. Ну русский, только в Латвии мы родились. Ну в ладыской армии служила. Ну раньше так, а было же в латвии. Мужиканс, который наслаждал. У нас все, что мы живем, мы живем. Мы живем, и мы живем. У нас был один мюзикант, который нас помогает. Мы не были у нас, а не было культурного рождения. У нас были такие, что все было, и мы слушали нас. И мы живем. У нас есть еще один мюзикант. Селенья, раз в Лисовском сакарбалсе и парам. Вот я и она, и еще вот там сестра моя, мы все чуть не с одном деле. Мы уже давно поем. Мы-то вообще все время жили, как говорят, на территории Латвии, хотя это был Пыталовский район, был Носовский сельсовет. Отец здесь работал. В 52-м году мы сюда приехали. В семье у нас было четверо детей. Все дети учились в средней школе здесь. Все дети у нас прежде всего танцуют, потом могут спеть. Ваку-вакузницы, ваку-вакузницы, молодые кузнецы, они, они куют, они куют и наваривают. А у нас когда в деревне были такие, как вот я, молодая была, посиделки. Вот собирались, там вяжем или прядем. Ну, уже прядь, конечно, не пряли, мы уже вышивали, там вязали. Песни всегда пели, вот такие, которые наши родители, бабушки, дедушки пели. И мы, конечно, и новые песни пели. И вот и от них получились тоже, такие пели песни. У церкви стояла карета, там пышная свадьба была. Все гости нарядно одеты, невеста всех краще была. Все гости нарядно одеты, невеста всех краще была. У нас такая вот интересная была, когда молодость у нашей, эти посиделки. Играли в разные игры, неудобно играть, поцеловались. Поцелуйся, поцелуйся, поцелуйся. К папу повели целоваться. Друг друга вызывали, парень вызывает меня, например. Дальше тогда я другого вызываю, парень так вот идет. Кто кого хочет, тот того вызывает. Ну, я жила в Псковской области, Новоржевский район. Там я жила. А попала сюда в Латвию. В Латвию еще война не была кончившая. Дома все сгоревше было. У нас было пятеро детей. Четыре сестры и один брат. Брат, правда, был уже в Ленинграде, учился в ФЗО. Папа тоже, как в колхозе, был бригадиром. Ему надо было этих коров всех в тыл гнать. Так он там и остался. Когда уже война так, мало-маля, закончилась, тогда он пришел домой. Ну, вот так я попала в Латвию с малых лет. Так и живу. Вышла за латыша замуж. Один муж умер, он старше меня был, конечно. Вышла за другого тоже латыш. Так и живем до сих пор. Я родилась здесь. И в шестилетнем возрасте вместе с родителями, с бабушкой, с дедушкой, с мамой нас вывезли в Сибирь. А, ну, когда стало можно, вот после смерти Сталина, когда стали разрешать возвращаться назад, вот тогда и вернулись. Ну, что я могу сказать. Я в Великах живу с 55-го года. Конечно, это моя родина здесь, да. Я люблю Велику, очень люблю. И Латвию люблю, потому что это моя родина. Как я не буду любить? Какая бы она ни была. Ну, конечно, раньше можно было больше гордиться, но вот сейчас что-то. Ну, все равно я люблю, и я стараюсь, чтобы было все красиво. Я много цветов сажаю около дома. Меня грамотой награждали за цветы, потому что у меня около дома всегда чисто, и всегда цветов много. В общем, ну, уважают, так сказать, можно. И я тоже, ну, мне нравится. В Латвии мне нравится. И если бы мне сказали куда-то ехать, я все равно никуда не поехала. Не верь, дорогая, не верь, дорогая, не верь, дорогая, не верь никому. И из-за камня, 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 речка течет, а по берегу круто молодец идет. Эх, дуня, дуня, дуняшка моя, если любишь, поцелуешь, милая моя. Субтитры сделал DimaTorzok